ПАВЕЛ СЕМИДОЦКИЙ На соревнованиях в Будапеште за звание лучших в дисциплине тэквондо и ТФ соревновались 1892 спортсмена из 56 стран. Павел Семидоцкий стал обладателем двух золотых и одной бронзовой медали возрастной категории 12-14 лет в личном и командном спарринге. Как рассказывает спортсмен, во время своего выступления был максимально собран и даже не испытывал волнения. Как вот такого добиться, чтобы выступать на мировой арене и не переживать при этом? Не лениться, это в первую очередь. Выкладываю все на тренировках на 100%, а на соревнованиях все время на 150%. Потому что, как так сказать, лежа на диване, ничего никогда не выйдет. А вот родители Павла во время выступлений сына спокойствием похвастаться не могли. Очень сильно переживали. Понятное дело, родители всегда переживают. Но тем более для нас это первый международный турнир. И, конечно, выступление Паши, то, что ему удалось добиться, это нас порадовало. Все родственники тоже порадовались, все поддерживали. Смотрели онлайн-трансляции в прямом эфире. Для меня, как для отца, рабочий день в эти пять суток он просто был стерт. Я предупредил свое руководство, чтобы ко мне придутся и не предъявляли. Алексей Семидоцкий увлечение сына Тэквондо не только одобрил, но и в буквальном смысле разделил с ним, вскоре тоже начав ходить на тренировки. Стать чемпионом Павлу удалось во многом благодаря серьезнейшей отцовской поддержке. И, конечно, личным качеством, считает первый тренер Павла Владимир Гладков. Честность, настойчивость, учтивость, самообладание, поколебимость духа. Должна быть присутствует искренняя любовь к искусству, которым ты занимаешься. И это во всех видах спорта. Если ты не проникаешь с этим душой и духом, тогда рассчитывать не на что. Впрочем, любовь к этому виду спорта к Павлу пришла не сразу. Я раньше занимался футболом первый-второй класс, потом в третьем классе у нас была продленка в школе. Увидел в окне, как занимаются тейквондисты, как Владимир Александрович других детей тренирует. И решил попробовать. Тем более, меня звали уже давно друзья. Приходи, приходи. Ну и решил прийти. Тейквондо мне очень понравилось. Это очень интересный вид спорта. Это воспитывает характер. После того, как я начал заниматься тейквондой, я начал лучше учиться в школе. Сейчас Павел Семидоцкий учится в восьмом классе Лобнинской пятой школы. Свою дальнейшую жизнь теперь уже окончательно связывает с тейквондо. За примерно пять лет в этом спорте, помимо победы на мировой арене, юноша успел стать многократным призером и победителем чемпионатов Москвы, России и других соревнований. Никита Панин, Алексей Бойко, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.